Алло, Елена, здравствуйте, это Алиса. Вы меня слышите? Да, да, слышу. Скажите, пожалуйста, что произошло в Мариуполе сегодня в 5 утра? Ну, сама я не очевидна. Люди говорят, что была перестрелка в центральной части города, где находятся парикады ДНР. Отстреляли парикады. Есть жертвы среди мирного населения. Мы сказали, что это свое. При ДНР тоже, наверное, нет. Сейчас пока информация в городе не поспятилась. Сейчас можно посмотреть, что там уже выложено в интернете. Какие-то видеоролики. Но пока город, опять же, молчит и беспокоен, нельзя выехать в центральную часть города с перекрытой дороги. Утром в 5 часов было. И вечером вчера в 7 часов тоже были слышны. Орусильные выстрелы в ДТР. Скажите, пожалуйста, это национальная гвардия, что говорят в Мариуполе? Какая информация? Или это какой-то батальон? Опять же, считаю, что... Ну, известно, что Лешко приехал. В прошлый раз была такая жигония благодаря Лешко. И сегодня, получается... Дело в том, что ДНР-ы, они незарушные. И не знаю, откуда у них там орудия появились. В интернете пишут, что ответный артобстрел. Но не знаю, люди возмущены. Опять же, возмущены вот этим всем безобразием. Ну, хоть в эти дни мы там забарикодировали. Зачем? Это ж не Славянск. Это ж не ванильные действия. Ну, вроде бы, мужчина и снова, что такая жгадка. И в НРН-е тебе тоже сказали. Скажите, пожалуйста, а сейчас слышны выстрелы? Вообще какая ситуация? Или пока все тихо? Нет. Сейчас мы не слышны выстрелы. Были слышны выстрелы вчера вечером в раненых семи часов. Именно внушные. И в пять часов мы все просто проснулись. В пять часов на чем-то, как говорится, взятие этой подстрилии нашей. То есть там и артиллерия, и БТР, я правильно поняла? Что-что? Там и артиллерия, и БТР, да? Да, да, да. Не просто автоматы. Ну, люди говорят, что вы из автоматов уже стреляли. Ну, пока вечером только уже будем встать информацию. Пока просто люди, как говорится, сарафанное радио передают друг другу информацию, возлучены тем, что опять Даля Шкодов проявил вот такое грехи. Уже вроде бы только Порошенко привлазить, все равно продолжается. Ясно. Было бы совсем по-другому как-то решить этот вопрос. Люди не были вооружены. Напали на них благодаря, знаете, кривялись... Ну, говорят, что один противор подбит против национальной армии. Хотя, я не знаю, какие там, какие-то виды оружия у них были. В общем, пока еще ничего такого не известно. С очевидцами я не общалась. Продолжение следует...